Доказано, что ум и способность мыслить ребенок наследует от матери. Есть даже такое мнение, что молоко матери является эликсиром разума, а не просто набором ферментов, аминокислот и белков. В природе нет ничего случайного, поэтому нужно обязательно пользоваться ее дарами, а таким даром является грудное молоко для новорожденного. Однако не все женщины так считают, а может быть просто не знают, и, столкнувшись с какими-то трудностями при грудном вскармливании, оставляют эту идею. Всемирная неделя грудного вскармливания отмечается ежегодно в начале августа. Ее цель – привлечь внимание матерей, женщин, которые только готовятся стать мамами к этой проблеме, развеять мифы и страхи, чем мы сегодня и займемся. В студии у нас Екатерина Заяц, врач-педиатр, специалист по грудному вскармливанию. Екатерина, здравствуйте. Доброе утро. Ну вот всегда, говоря о грудном вскармливании, задаю такой вопрос о золотом стандарте. Вообще, есть ли золотой стандарт, как долго нужно кормить малыша грудным молоком? Ну да, безусловно. Мы всегда о матерям проговариваем то, что исключительно грудное вскармливание должно составлять не менее полугода. Ну то есть без допоя, без смеси, ну то есть стараемся привести к этому, да. И сейчас последние современные требования Всемиргаза здравоохранения сдвинулись с полутора лет даже до двух. Поэтому, ну по возможности, понятно, что это все наравне с введением прикорма по возрасту. То есть не фанатично мы кормим грудью только до двух лет, да, не вводя прикормы. Ну вот туда стремимся, да. Ну в общем-то. Ну сегодняшний разговор мы решили сделать таким живым и построить на вопросах молодых мам. Потому что даже, наверное, если все описано, есть какие-то правила, есть рекомендации, то каждая мама все равно сталкивается с каким-то своим новым опытом. И я думаю, что эти ответы на эти вопросы помогут всем мамам. Добрый день. Вот скажите, пожалуйста, нужно ли кормящей матери придерживаться какой-либо строгой диеты? Ну, если говорить прям про слово строгой, в принципе, на, ну, после родов это не необходимость, да. Но бывают ситуации, когда, ну и в то же время мы мам всегда ориентируем, что поскольку ребенок уже родился, он снаружи, мы можем наблюдать за его реакцией, да. То есть чтобы это, опять же, не было фанатично, что есть женщины, которые съедают четыре бананы, к примеру, в день, да, и удивляются, почему там с ним что-то произошло. Поэтому легче после родов уже отследить какую-то реакцию, потому что, ну, опять же, говорю, ребенок снаружи, и по нему прям видно. Что сила? Мама то чувствует. То есть глобально мы ориентируем, что кушать можно все, но мы смотрим реакцию. И, ну, часто сейчас все-таки сталкиваемся с аллергией на белок коровы, и поэтому уже как бы таким восклицательным знаком даже там беременных на курсах проговорим, что, допустим, в первый месяц, ну, аккуратно с белком коровы, либо там до полулитра цельное коровье молоко, там, не надо творога 200 грамм каждый день, там, сметаны. Ну, бывают бабушки приезжают, начинают маму кормить сгущенкой творогом, чтобы побольше, пожирнее. То есть а потом это, ну, аукается, да, и мы начинаем лечить ребенка. То есть правило такое, смотрим на реакцию ребенка, не слишком уж усердствуем в ограничениях и наоборот. Да, да, потому что в любом случае с питанием, с едой ребенок получает органолептику, ну, то есть вкусовые качества через грудное молоко. Это ему важно на перспективу, там, где будем вводить прикорм, ну, он знает продукты, которые ела мама. Он знакомится таким образом. Знакомится, да, и он ловко и хорошо и комфортно зайдет в прикорм. Отлично. Смотрим следующий вопрос. Добрый день. Подскажите, как узнать, хватает ли грудного молока малышке и наедается ли ребенок? У нас есть, если говорить прям по параметрам, два достоверных момента, которые позволяют это подтвердить. Это количество мочеиспускания у ребенка и набор веса. То есть мочеиспускание мы можем замерить даже дома, может каждая мама, да, сняв памперс и убедиться, что, к примеру, если это ребенок старше двух недель жизни, у него должно быть там не меньше 10-12 раз в день. Если маме доступны весы, сейчас речь идет именно о детских весах. Очень часто родители пользуются напольными, у них очень высокая погрешность. То есть не рекомендую, да, ориентироваться на них. То есть и, ну, прибавка по весам. Если весы недоступны, там, ну, нет возможности, да, там, нет желания брать в прокат, всегда можно появиться в детской поликлинике даже там спустя неделю или по показаниям, там, раз в трое суток взвеситься, если это действительно какая-то ситуация, требующая внимания. А, Екатерина, когда вы говорите про взвешивание, имеется в виду покормить и взвесить? Нет. Или взвесить, как ребенок набирает вес, да, вот этой медицины? Да, вот эти вещи, поскольку, например, если говорить про ребенка, который находится на кормлении по требованию, да, грудничок полный, у них каждая порция может быть разной. То есть мы не уверены, и этого точно нет, что он, к примеру, ест каждое кормление, там, 75 миллилитров. Поэтому, если мы его будем мониторить до кормления, после, мы однозначно будем видеть разный объем. И мы измучаемся. И мы измучаемся, да. Да, и даже ВОЗ нам говорит о том, что контрольные взвешивания, они нервируют мать и стрессируют ребенка. То есть, на самом деле, если 15 раз в день раздеть ребенка, положить на весы, он реально, то есть у меня есть такой опыт, такие семьи, когда он начинает терять вес от того, что его мониторят. От стресса. От несколько дней. Поэтому все-таки мы следим за набором веса. Не за тем, сколько он съел и взвешиваем. Мы следим за весом усвоения. Тот, который пришел у нас в рассудке. То есть, если строгая какая-то ситуация. Не строгая, мы можем раз в неделю, допустим, отконтролировали, убедились, что там все в порядке или не в порядке, принимаем меры. Хорошо, спасибо. Смотрим следующий вопрос. Существует очень много мнений о том, что водичкой допаивать не нужно или нужно. Подскажите, пожалуйста, нужно ли давать ребеночку воду? Если нужно, то с какого возраста? А то, когда говоришь своим бабушкам и девушкам о том, что допаивать малыша водичкой не надо, они смотрят на меня с удивленными глазами и говорят, как так? Да, жаль, не дали микрофон младенцу, а то он бы, наверное, тоже что-то спросил. И так про воду. Ну, здесь надо бабушкам объяснить, что раньше кормили по режиму, и, соответственно, ребенок мог недополучать, например, то, что он в потенциале хотел бы. Поэтому их допаивали водой для того, чтобы у него восполнялся водный обмен, там были неуверены, получает ли он жидкость. Сейчас, если говорить о ребенке, который кормится по требованию, допоя там до полугода нет. Ну, то есть до старта прикорма как минимум, да, потому что у части детей прикорм может в 4 месяца вводиться. То есть грамотник говорит до старта прикорма. Вот, соответственно, если он кормится по требованию, он может и исходить из своих потребностей в этом, да, и приложиться там через час, через полчаса, через 2 часа. И, допустим, кормление может быть коротким, потому что он попил. А в следующий заход он может приложиться, к примеру, подольше и поел. Потому что там он поел. И уснул, да. Ну, как-то так. Понятно. Спасибо. Смотрим. Еще вопрос? Сейчас очень много информации о том, что смесь практически имеет такую же пользу, как и грудное вскармливание. Но почему же все-таки стоит кормить грудью как можно дольше и выбирать преимущественно грудное вскармливание? Ну, в любом случае смесь никогда не будет даже по составу, как бы, да, нам не вещальная реклама, это все маркетинг, да. То есть по составу даже близко никогда не приблизится, потому что даже на сегодняшний день в молоке грудном свыше тысячи компонентов открыты. В самой наилучшей смеси, к примеру, для аллергиков содержится не более 45, да. То есть смесь у нас не содержит иммунокомпонентный состав матери, гормонов. В молоко сейчас по последним данным считается, что это биом, то есть это биологически активная жидкость. То есть она содержит все стволовые клетки, которые инициируют развитие органов у ребенка после рождения, содержит гормоны, содержит гормоны, то есть грудь знает, какого пола ребенок, в зависимости от потом сосания, от химического состава слюны. Слюна попадает в аре, вот, идет реакция. Как все это еще? Еще, наверное, многие вещи, еще много загадок, наверное, даже. Да, многие этого не знают, поэтому вот я вам озвучиваю, чтобы грамотно было население. Мне кажется, что еще, знаете, вот даже сам контакт с мамой не заметит никакой контакт с бутылочкой, даже самой вкусной. Да, ну и даже за счет гормонов, что там просто есть гормоны, которые успокаивают очень часто, да, и антистресс, и все-все-все, то есть этих детей даже видно. Ну, даже подросших, да, там, кто ходит в сад, он там приложился, пососал, успокоился, перезарядилась у него батарейка, он бегает довольный, счастливый. Биом. 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 Смотрим, есть у нас еще вопрос. Подскажите, как лучше? Лучше кормить ребенка по требованию, либо приучать к режиму? Ух, не знаю, есть ли еще режим? Требуют ли еще педиатры режим? Ну, есть семьи, которые, матери, которые хотят вывести ребенка в режим, ну, изначально. Ну, к примеру, есть матери работающие, либо там какие-то вещи у них требуют отлучек частых из дома. Да, у них возникает этот вопрос, как мне его сразу простроить, чтобы он такой был удобный ребенок. Чтобы я его кормила раз в три часа, вот у него соска была. Ему хватало. Ему хватало, и он еще лежал довольный и не беспокоился. Ну, то есть я всегда говорю, что это из области фантастики. Ну, либо это будет через огромный стресс для всех, и неизвестно, что будет по итогу, да? Поэтому весь мир кормит по требованию, потому что это обеспечивает реальные потребности у дитя, даже с точки зрения психологии. Он чувствует опору в этом, то есть он забеспокоился, там, да, он не умеет с какими-то вещами справляться, естественно, к моменту рождения, да? Его что-то забеспокоило, мама тут же рядом, приложила его, он успокоился, и для него это опора. Он понимает, что все отлично, меня слышат. Да, и как вообще вот важно, что вот мы говорим, казалось бы, о кормлении, о вскармливании, да? Да, но это все гораздо шире. Но как много вот в этом первом общении, вот в этом кормлении, вот действительно и психологических, и эмоциональных, и каких-то вот таких вот моментов, которые сказываются на всей жизни. Вот даже вы сказали, да, мама хочет, чтобы ребенок был удобным, да, мама хочет контролировать, но ведь в жизни, конечно же, это просто из области фантастики, это действительно невозможно. И, наверное, вот будущее, и вообще, наверное, жизнь состоит в том, чтобы вот именно вот налаживать контакт, да? Ну да, чтобы потом, когда он подрастает, да, эти же дети, допустим, мы их видим, да, а есть там потом в перспективе, это даже пациенты-психологов, которые вот у них нету чувства, что они росли в семье, что им давали достаточно любви, что все было хорошо. Спасибо вам большое. На студию была Екатерина Заяц, врач-педиатр, специалист по грудному вскармливанию.